ассалам алейкум это каштанов добро пожаловать на мой канал каштанов reaction и сегодня у нас будет реакция на видео под названием яблоки аппорт символ казахстана у меня реакции по моему три или четыре есть на канале где так или иначе были было упоминание про яблоки и про этот знаменитый сорт аппорт может но так чтобы прямо подробно я еще не смотрел видео вот сейчас такое достаточно короткое видео вместе посмотрим я думаю здесь много интересного я узнаю конечно же ребята приступаем к просмотру прежде чем мы приступим всем в хулике на рахмет за то что подписывайтесь на канал за то что остаетесь на канале а кто еще не подписался внизу будет кнопка проходить прожимаете а мы приступаем смотрим в алматинской области собирают урожай яблок аппорт этот сорт символ южной столицы казахстана и национальный бренд страны кирилл харламов расскажет чем аппорт так нравится казахстанцам и как правильно снимать яблоки с веток ребят я конечно же его не пробовал мечтаю попробовать этот сорт у екатерины звонарь чай сегодня будет шарлотка пирог в семье традиционный но екатерина готовит его по-особому вместо привычной антоновки начинку добавляет местный сорт яблок аппорт вместе где родилась яблоки маленькие переехав сюда и увидев что яблоко может быть в 10 раз больше того к чему я привыкла конечно нельзя упускать возможности отведать его вес одного плода доходит до полу килограмма это екатерину и покорила теперь сорт аппорт серьезно что ли ребят полкилограмма яблоко ты и делают пастилу ассортимент яблок огромен на рынке купить можно различные кислые сладкие маленькие большие зеленые красные вот но я все-таки всегда осень иду за опор аборт из предгория алматы считается символом южной столицы туристы покупают в сувенирных лавках магниты виде яблока фрукту посвящают городские скульптуры и фестивали самый известный алматы apple fest сорт аппорт есть в каждом саду аппорт дороже чем другие яблоки поэтому спрос на него аппорт есть аппорт татьяна и михаил лабузовы более 15 лет ухаживают за садом в прошлом году они собрали около 70 тонн урожая на участке в 3 гектара пара выращивает 16 сортов яблок candy звезда кремсона она же американка золотое превосходное но главное аппорт а ты знаешь я домой зашел а запах не пойму что за запах по запаху по запаху пришел на ваше яблоко так мы его говорит неделю по кусочку с бабушкой делили и кушали такое сладкое яблоко вкусное было ароматное у нас ничего себе где-то на высоте где-то 700 720 метров на дурне море получается тем более порт напомню как чем выше тем лучше чем выше как она дурне море у него начинается как бы размер и высокогорный сентября время когда пора собирать урожай покупатели заранее оставляют заявки о том что яблоко поспело говорит его цвет чем краснее тем лучше чтобы оно сохранилось и было таким же вкусным и сладким декабре хранить его нужно при температуре не ниже двух градусов а вот в холодильнике наоборот хранить нельзя она испортится уже через пару дней не снимать яблоки надо перерывах между дождями фрукты должны обсохнуть на ветке чтобы не образовалась гниль и собирать аппорт нужно аккуратно он не любит грубого обращения ну надо во первых аккуратненько отрывать чтобы плодушку не повредить потому что на следующий год с этой плодушки будет еще яблок а порт появился в алматы в середине 19 века его завезли селекционеры из воронежа саженцы быстро прижились и дали богатый урожай в этом году в области садоводы планируют собрать около 90 тысяч тонн яблок вот ребят опять да так ладно это конец видео вилл харламов собаками бета в тиберлан яргазин мир 24 ребята опять вот этот момент до упомянули то что якобы яблоки завезли из воронежа у меня уже есть одна реакция на канале там девушка путешествует по городу алматы и заходит на зеленый базар и как раз таки опять вот этот сорта порт и она тоже самая историю ту же самую историю рассказывает что якобы с саженцы завезли из воронежа и благодаря местному климату и высокогорью эти саженцы как-то преобразились да там культивировались сами собой в этот сорт который ну такой уникальный сорт который растет именно я так понимаю в алматы да и очень много было комментариев с тем что это как бы совершенно не так что это как бы ложная информация дезинформация ложь прям прям так писали мол эти вот ребят я конечно же этого ничего не знаю я вот уже второе видео смотрю где говорят что все-таки это был бы не саженцы из воронежа да ну ладно первое время ой первое видео там девушка зоя бербер по-моему и фамилия имя она как бы сама по себе с россии русской и путешествует а вот это вот мир 24 я даже не могу понять это что за канал это ваш канал или все-таки наш российский не смотрю новости не смотрю вот такие вот каналы просто вел в поисковике яблоки казахстана вот вышло одно из первых видео решил его посмотреть и блин ребят но если это то что мы сейчас посмотрели репортаж какого-то российского канала то как бы тут становится все понятно такая как бы по методически да что называется работает потому что в комментариях очень много писали что это не так что этот сорт всегда был в казахстане и он как бы получается ну с этого места и произошел да и ну я не знаю наверное все таки а даже я не знаю здесь кому верить если честно ребят ну наверное вам хотя вообще да нет такой задачи там кому-то поверить или не поверить это я сейчас немножечко не прав был в своем суждении просто как бы вот такой интересный факт с другой стороны все таки да если это блин зачем это если это все специально договорится что эти саженцы призы привезли из россии для чего чтобы еще одну такую воду как говорится 5 копеек засунуть в свою копилку да что даже яблоки мало не еще из россии да в свое время там были привезены блин не знаю неужели это политикой пропаганда даже здесь даже в яблоках блин какого фига ну если это так конечно ну да ладно ребят давайте этот момент опустим и в сторону берем вы конечно же можете написать комментарии по этому поводу я с удовольствием почитали их я хотел бы сказать немножко другое что наравне с еще одной гастрономическими вернее нет у меня уже есть одна гастрономическая мечта когда я побываю в казахстане я хочу попробовать ед вот ребята я так понимаю в разных регионах казахстана по-разному говорится где-то говорят бешбар маг опять же я уже сколько раз повторяю то что в интервью у дудя ребята из шоу ирины каратаны прямо конкретно говорили беш то есть ше беш беш бешбар маг где-то говорят без без бар маг ну типа пять пальцев да а где-то говорят вообще ед вот ед я вообще крайне редко где-то слышу чтобы так называли это блюдо я так понимаю просто в разных регионах она по-разному как бы называется и произносится тоже соответственно по-разному но сутки не меняются от этого вот на первом месте у меня все-таки ед тире без бар маг тире бешбар маг из конина обязательно потому что я узнавал я даже у себя в городе могу попробовать беш бешбар маг но это будет из телятины все-таки охота попробовать блин тканина вот что прям конь был и я думаю второе место ну не то чтобы второе а одно из последующих мест да вот в этом моем гастрономическом рейтинге это наверное все таки вот этот сорта порт как здесь прямо вот так расхваливали что он такой сочный вкусно от него какой-то запах невероятный аромат стоит даже примеры сказали да как какая-то там бабушка с дедушкой пожилая там это моя семейная пара там целую неделю ели это яблоко отделяя его на маленькие дольки ну ничего блин еще знаете вот конечно же да смотря в какое смотря в какое время приехать то время когда яблоки непосредственно вот созревают да и когда их прям срывать с дерева и что называется вот они с пылу жару да допустим в зимой возможно они тоже продаются или в начале лета но они же конечно и как бы уже сохранение там возможно немножко другой будет вкус и аромат мне кажется это тоже конечно же има имеет немаловажное значение и блин яблоко по пол кило до достигает ну нифига себе почти такой мини арбуз получить получается да ладно это я прям себе что называется галочкой отметил яблоки а порт запомнил и обязательно попробуем ладно ребята пишите комментарии все что вы думаете по моей реакции по этому видео ставьте лайки пишите комментарии и еще раз повторяюсь подписывайтесь на канал всем удачи пока